Затем Здравствуйте, дорогие мои друзья! С героями нашей сегодняшней сказочной истории, я думаю, вас знакомить не надо. Вы их и так прекрасно знаете. Вам, наверное, не терпится узнать, о ком я говорю. Тогда усаживайтесь поудобнее и слушайте. В одном очень сказочном королевстве жил барон. И была у него воспитательница, и еще приятель был, тоже барон. И вот однажды... Эй, хо-хо, готов я съесть пятнадцать штук конфет? Пятнадцать штук на завтрак и двадцать на обед. Эй, хо-хо, была бы честь предложена, а так, тем, сколько ни попросите, я обещаю вам. Эм, угощайся. А это? Да что это? Барон я или не барон? Пусть знает, кто в доме хозяин. Свободу барона! Свободу барона! Доброе утро, господа бароны. Что я вижу? Что? Что? А что это вы такое действительно видите? А то, что я действительно вижу конфеты? Надо же, а я не вижу. Я не вижу. А это, по-вашему, что такое? Где? Что? Вы имеете в виду вот эту подсутину? Именно ее, а самое главное то, что в ней находится. В ней? А в ней что? Что-то находится? Да. О, надо же! Да это же конфеты! Да-да-да-да-да-да. Конфеты! Ну, раз они так неожиданно обнаружились, думаю, мы должны их съесть. Да мы просто обязаны. Нет-нет-нет, сладкое натощак очень вредно для вашего, а особенно вашего здоровья. А мы не натощак, мы сытые еще со вчерашнего дня. Да. Нет-нет, сначала завтрак, а потом сладкое. Завтрак? Что, опять эта ваша каша? Ах да, овсяная. Фу, нет, мы не будем. Долой ее! Да она просто несъедобная. Ну, хорошо, а пшеную кашу вы согласитесь съесть? И ее долой! Либо конфеты, либо ничего. Мы объявляем голодовку. Да, мы объявляем голодовку. Свободу барону! Свободу барону! Как изволите, господа, досточтимые бароны. Подождите, подождите, подождите. И что, 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 вы так вот уйдете? Да. И не будете нас уговаривать? Нет. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Ну, нет, мы все равно не будем есть эту вашу противную кашу. Да, не будем. Противную? Но вы ее даже не попробовали. Ну, и что? Ну, и не станем пробовать. Либо конфеты, либо ничего. Да, но лучше конфеты. Нет. Нет, нет и нет. Урвар. Как мы ее, а? Да, будет знать. Ой, знал бы, что будем голодать, я бы поел заранее. Ничего, не переживай. Уверен, она долго не выдержит. Само собой. А я бы сейчас пару конфеток слопал бы. Как пару? Я бы десяток бы съел. А я бы. Эй, хо-хо, готов я съесть пятнадцать штук конфет. Интересно, как за это едят? Фу, какая гадость. Отвратительно. Да она вообще несъедобная. Как думаешь, это есть? Да я не могу. Ну, она у тебя совсем не умеет готовить. Абсолютно. Ну-ка, да я тоже попробую эту гадость. Фу. Фу. Она совсем не умеет готовить. Просто абсолютно. Ну, ты прав, действительно, гадость. Ну, какая гадость? Она действительно не умеет готовить. Абсолютно не умеет готовить. Я ее вообще не понимаю, зачем я ее держу? Нет, не оставь. Ну, ты же уже ел. Господа бароны. О, так я вижу, вы изменили свое мнение. О чем это вы? Какое мнение? Да. Интересно. Об овсяной каше. А то еще есть, да? Есть добавочка? Нет. Но зато есть конфеты. 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 Ешьте сами ваши конфеты. Ну, хорошо. Я уношу. Ну, ладно. Идите, идите. Ах, бароны, бароны. Ну, ну, я все-таки не буду ее увольнять. Вот такая история, дорогие мои. Да уж, дай кое-кому волю, так он будет питаться одними конфетами да шоколадом. И я говорю не только о бароне его приятели. Что они? Придуманные персонажи. А вот в нашей жизни такое, так сказать, питание чревато дурными последствиями. Не будем об этом забывать. Впрочем, уверена, вы и так всегда об этом помните. Не правда ли? До новых встреч, дорогие мои. Ангела вам всем, Хранителя.